Время возможностей в Беларуси проходит республиканская ярмарка вакансий. Ознакомиться с заработной платой и, конечно же, выбрать для себя удобный график работы. Какие профессии в топе? Хотели согреться и не проснулись. В Вобруйске погибли мужчина и женщина. Для поддержания температуры воздуха в помещении они оставили включенными на ночь три комфорки газовой плиты. Кто обнаружил бездыханную пару? Дорога как по маслу. На социалистической ведутся ремонтные работы. Приятнее ездить по нашему городу прекрасному. Что в планах? А также ценовой потолок, профессиональный доход и летний отдых. В белорусских лагерях пройдут оздоровления около 377 тысяч детей. Во сколько обойдется путевка? В Беларуси проходит республиканская ярмарка вакансий. В Бобруйск не остался в стороне. В управлении по труду, занятости и социальной защите соискателям предлагают 338 свободных мест. Выбор огромный. От горничной и подсобного рабочего до инженера и технолога. О всех нюансах Татьяна Горбач. Глеб Фёдоров серьёзен не по годам. Я обратился и мне довольно быстро нашли занятия, скажем так, подработку разнорабочим на предприятии Бобруйск-Хельмаш, за что я очень благодарен. Места выпускникам колледжей и вузов предлагают как в государственных учреждениях, так и в частных компаниях. Наиболее востребованы рабочие профессии. Организации активно ищут сварщиков, слесарей, фрезеровщиков, операторов швейного оборудования, строителей. Есть предложения для инженеров, технологов, экономистов. Выбор огромный. В списке 338 вакансий. Компания «Модерам Запад» приглашает на работу сборщиков обуви без опыта. У нас действует программа обучения в течение трех месяцев, плюс ученические доплаты, официальное трудоустройство, гарантированное обеспечение заказами и предоставление спецодежды. Те, у кого пока нет образования, могут попробовать себя в качестве горничной, грузчика, упаковщика или уборщика помещений. Есть предложения и для молодежи на время летних каникул. К слову, в Беларуси перечень работ, на которые привлекаются ребята в 14-16 лет, значительно расширился. К списку добавились ручная мойка автомобилей, ремонт и переплет книг, помощь в сервировке стола и уборка посуды в объектах общественного питания. У кого-то, если вдруг не получилось посетить ярмарку вакансий, всегда можно обратиться к порталу Государственной службы занятости. В разделе «Занятость молодежи» можно ознакомиться с теми вакансиями, которые присутствуют, ознакомиться с заработной платой. И, конечно же, выбрать для себя удобный график работы, чтобы совместить полезное с приятным. Тем, кто решил сменить профиль Управления по труду занятости и соцзащите Бобруйского горисполкома, предлагает переподготовку. Желающие могут записаться на курсы ИП или освоить востребованную профессию. Только за прошлый год такой возможностью воспользовались 150 человек. Всего в 2022-м здесь трудоустроили 3500. В свободное от учебы время работали 745 парней и девушек. К слову, ярмарка вакансий продолжится и в пятницу. Тех, кто не определился с выбором жизненного пути, на Гоголя 7 ждут с 9 до часу. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Внезапная смерть. Бобруйчане сняли квартиру на сутки и погибли в ней. ЧП произошло в одной из многоэтажек. Известно, что 25-летний мужчина и 55-летняя женщина заселились, как обычно. На следующий день в жилище заглянул знакомый арендодателя. Он и обнаружил пару без признаков жизни. Позвонил в милицию. Для поддержания температуры воздуха в помещении они оставили включенными на ночь трекомфорки газовой плиты, закрыв при этом все окна и двери. Предварительной причиной их смерти стало отравление угарным газом. Бобруйским межрайным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Правоохранители не рекомендуют оставлять включенные обогреватели на ночь. То же самое касается и газовых плит. Обязательный налог, экономический рост и борщевой набор. Март не собирается устанавливать ценовой потолок на основные овощи белорусского производства, что показала новая система стаб-фондов. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси достигнут рекордно высокий уровень средней зарплаты за 10 лет. В январе-марте она составила 1731 рубль. Планово повышаются пенсии. В мае начислят около 705 рублей, что на 21% больше, чем в прошлом году. Полностью восстановлен промышленный комплекс, розничная и внешняя торговля. За квартал мы приросли на 8%. Получили экспортные выручки свыше 11 миллиардов долларов. Это максимальный показатель за десятилетия. Март не собирается устанавливать ценовой потолок на основные овощи отечественного производства, но полностью контроль не прекратит. В этом межсезонье впервые применили новую систему стоп-фондов борщевого набора. В него входят лук, свекла, картофель, яблоки, капуста и морковь. Зарезервировано около 142 тысяч тонн этой продукции. Объем рассчитан под полную потребность розничных сетей и бюджетных организаций. Этим летом в белорусских лагерях пройдут оздоровления около 377 тысяч детей. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Сейчас полным ходом идет подготовка к началу сезона. На эти цели выделено свыше 64 миллионов рублей. Средняя стоимость путевки в стационарном учреждении с круглосуточным пребыванием в Могилевской области – порядка 570 рублей. Государственная дотация покроет цену на 45%. Налог на профессиональный доход с 1 июля станет обязательным для ремесленников и владельцев агроусадеб. С этого времени платильщики должны зарегистрироваться. Сбор, как и раньше, можно будет платить по решению местных органов власти. В этом году для первых действовала ставка 6 рублей в месяц, для вторых – 37. Пассажиры чартерных рейсов теперь могут выбрать место на борту при отправлении из Анталии, Хургады и Шарм-эль-Шейха. Сделать это можно на сайте национального авиаперевозчика в разделе «Статус бронирования» или при покупке квитка. Продажа услуги прекращается за 24 часа до вылета. Ранее оформить ее из Минска возможно было только при онлайн-регистрации. Эксодовый след. В Беларуси растет число укусов клещами. Только за последние несколько месяцев зафиксировано более 2000 случаев. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из-за раннего подцепления паразиты стали активны уже в конце зимы. Они переносят различные заболевания. Самые опасные – энцефалит и лаймбареллез. При обнаружении клеща на теле необходимо как можно быстрее удалить его, обратившись в организацию здравоохранения или, если нет такой возможности, удалить самостоятельно. Для этого используются специализированные средства для удаления клеща заводского производства. Согласно инструкции, можно пинцетом удалить или нитевой петлей. За помощью обратились уже более 30 горожан. Специалисты напоминают, чтобы себя обезопасить, нужно надевать светлую, максимально закрытую одежду и пользоваться репеллентами. Шаг за шагом в Бобруйске кипит работа по ремонту дорог. Заметно преображается социалистическая. Здесь в полном ходе меняют асфальт и бордюрный камень. Апгрейд затронул и Гагарина. Новое покрытие уже укладывают на проспекте строителей – от Сикорского до Пуховской. Всего в этом сезоне планируют отремонтировать 157 тысяч квадратных метров у лично-дорожной сети. Приятнее ездить по нашему городу прекрасному. До конца года в Беларуси обновят свыше тысячи километров дорог. За пятилетку не менее семи. На эти цели выделен миллиард 200 миллионов рублей. Список участков уже сформирован. Не оставляйте детей одних. В Беларуси проходит профилактическая акция. Сотрудники МЧС в доступной форме объясняют мальчикам и девочкам о правилах поведения на улице, дома, у речки или в лесу. В помощь интерактивные площадки. Спасатели напоминают также, как действуют случаи пожара. Главное – не паниковать, не прятаться и сразу же позвать на помощь. Начинаются летние каникулы, когда детки будут проводить много времени. Одни, свободно, поэтому проводите вместе с ними это время. Обучайте их и смотрите вместе мультфильм «Волшебная книга». Вашим детям 100% будет интересно. Можно сводить малышей и на поучительный спектакль «Однодома» в театр драмы и комедии. Это постановка о девочке Томи, которая осталась без присмотра родителей. Следующие показы запланированы на 19 и 26 мая. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!